Доброго всем! Данное видео выходит в продолжение ролика восстановления посадочного места каутсов-борсунки Volkswagen T5 методом Завтулева. Ссылка на то видео будет в описании. Причиной же публикации нынешнего ролика стали массовые вопросы под видео в YouTube-канале, в соцсетях и на сайтах. У многих мастеров по каким-то причинам не получается беспроблемно завтулить посадочные места. В этом видео мы покажем, на что нужно обратить внимание, ответим на часто встречающиеся вопросы, о нюансах запрессовки и о том, зачем и как мы опрессовываем каналы после завтуливания. Итак, во время изготовления стаканчика токарь обязательно должен дать определенный класс обработки, поэтому обязательно обращайте внимание на этот факт, на наружную обработку стаканчика и внутреннюю обработку посадочного места в головке. Вот мы можем показать, какую мы делаем обработку. У нас, к сожалению, нет электронных измерительных приборов, показывающих класс обработки, да и в принципе они нам ни к чему. Однако в запасниках у нас осталось наследие советской школы машиностроения и мы можем сейчас показать вам, какой выходит класс обработки у нас. визуально видно, что в нашем случае это десятый класс. Конечно же, по результатам токарных работ не должно быть биений. Это также мы оцениваем индикатором. Поехали дальше. В этом месте обязательно должна быть заходная фаска на стаканчике и желательно или даже обязательно после проточки эту фаску полирнуть, так как гильза садится в алюминий и могут быть задиры. Обращаем внимание, что и внутреннему противоположному диаметру должна быть заходная фаска, опять таки полированная. Ведь, когда монтируют форсунку, то резиновые уплотнения можно запросто срезать об острые края с заусенцами. Затем в стаканчике делается отверстие для подачи топлива. Сверлим отверстие в стаканчик. Когда отверстие просверлили, приступаем к обработке краю. И здесь нам вновь нужно сделать фаску на полученных отверстиях. И хотя фаска осталась от центровки, мы все равно делаем ее. Делать фаску нужно полуже. Таким вот образом делаем ее снаружи, затем соответственно делаем ее и внутри. Если ее не сделать на гильзе снаружи, то остатками металла при запрессовке стаканчика в головку запросто можно процарапать в алюминий канавку, через которую и начнет сифонить топливо. И если не сделать обработку внутри, то монтируя форсунку в ГБЦ, мы можем испортить резиновое уплотнение, резиновое колечко. Затем обязательно зачищаем нулевкое полученное отверстие и внутри, и также снаружи. Теперь, что касается относительно натяг, о котором мы говорили в том видео, мы делаем натяг одну десятку. Некоторые подписчики выразили свое мнение, что это достаточно много. Но это не так. Мы делаем натяг десятку уже много лет и проблем никогда не возникало. Почему десятка? Десятка потому, что данная гильза тонкостенная и деформации в таком случае быть не может. Конечно, если бы гильза была толще, то тогда бы однозначно пришлось сделать натяг меньше. И вновь таки, все зависит от обработки. Чем чище обработка, тем можно делать натяг меньше. Итак, с этими позициями разобрались. Продолжим. При запрессовке обязательно нужно установить гильзу четко в посадочное место. Для этого у нас есть специально выточенные оправки, которые дают нужное направление и не дают возможности перекоса. Малая оправка вставляется в нижнее отверстие, задает направление. А большая верхняя оправка со стаканчиком на ней двигается вдоль этой малой оправки. Подогреем головку в печи, не сильно, менее 100 градусов. Мы видим на видео, как от нее идет теплый воздух. Затем берем в руки стаканчик и обязательно промазываем поверхность стаканчика высокотемпературным герметиком в Виктор Рейнс. Устанавливаем нижнюю часть в малую оправку. Ровно устанавливаем гильзу в посадочное место и не забываем совместить отверстие для подачи топлива в гильзе с отверстием в головке. При помощи большой верхней оправки четко, уверенно забиваем гильзу на свое место. Покажем это еще раз. Виктор Рейнс вопрос, который нам не раз задавали, зачем и как мы делаем опрессовку. В данном случае мы делаем опрессовку топливного канала. В запрессованные втулки вставляем имитаторы форсунок, которые мы выточили на станке. Закрепляем их болтами и в топливные каналы подаем воздух. Тем самым мы, во-первых, проверяем свою работу, плюс проверяем герметичность топливной системы. Очень часто мотористы, когда выдергивают форсунку, вот в этом месте ломают топливный канал. Такие случаи не раз мы выявляли в нашей практике. Также, если мы сделаем плохую обработку и забивая стаканчик в головку, травмировали посадочное место, как мы об этом уже говорили ранее, то через вот это место топливо пойдет в масло. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы, а посему пишите комментарии, задавайте вопросы, кто что не понял. Постараемся на них ответить и без аварийных вам поездок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok